Девушки отдыхают Как ревненские чиновники умудрились распилить 2,5 миллиона долларов на одних только консультациях? Ошибки не только в словах. Полиция проверит, как Николаевский губернатор получил свое кресло. Высокие встречи и большие ожидания. В Брюсселе сегодня состоялся саммит Украина-ЕС, который должен был стать историческим. Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жанном Клодом Юнкером. Позже была встреча с главой Европарламента Мартином Шульцем. В Брюсселе обсуждали ряд вопросов, которые касаются Украины и ее отношений с Евросоюзом. По факту был подписан ряд двухсторонних соглашений в энергетической сфере и о сотрудничестве в вопросах борьбы с коррупцией. Но ждали не только этого. Главное, ждали конкретных договоренностей по безвизовому режиму. Наш корреспондент София Гордиенко сейчас в Брюсселе. София, здравствуй. Расскажи, почему так и не произошло прорыва в вопросе визовой либерализации? Что случилось? Ну, если коротко, нам снова пообещали все, но пообещали не сразу. И Украина вообще впервые на этом саммите, а это уже 18 раз подряд проходит такая встреча существенная, к Украине не было никаких вообще претензий. Мы выполнили все пункты по соглашению об ассоциации, мы выполнили все пункты по безвизовому режиму. Некоторые даже воплотили в жизни. Так что, Дональд Туз, когда вышел на пресс-конференцию, он, можно сказать, очень трогательно извинился широю украинскую. Дональд Туз, когда вышел на пресс-конференцию, я знаю, что вы заслуховуете на большее, так же вид нас, вид Европы. У вас тут есть много друзей, и я могу вам обещать, что мы вас не залишим позаду. У нас есть свои обмежения, но мы будем продолжать наши усилия по втилению в жизни ваших правдивых ожиданий. И Украина, и ЕС сходятся в том, что положения соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть пересмотрены, переписаны или перератифицированы. Так же невозможно занижение амбициозности наших целей по соглашению. Итоги этого саммита подтверждают, что мы все выполняем и движемся по правильному пути. Четко было обозначено, что Украина свою часть обязательств выполнила. Последним подтверждением этого является решение от 17 ноября, когда Совет ЕС единогласно задекларировал политическую волю Европейского Союза и всех его членов предоставить Украине безвизовый режим. И, наконец, включил зеленый свет на этом пути. Франция не единственная. Франция не единственная, кто блокирует. Германия, Бельгия, Италия и другие также имеют вопросы. И это зависит не от украинских выборов, а от того, насколько страны-члены ЕС могут договариваться между собой. Я не знаю, как насчет договариваться, но, по-моему, страны-члены ЕС могут слегка давить друг на друга, и поэтому уже вечером стало известно, что противников без визы стало меньше. Никто в Европе не заинтересован в блокировании процесса визовой либерализации для Украины и других стран. У нас есть некие разногласия между институциями и некоторыми странами-членами о так называемом механизме приостановки. Но это, поверьте, без каких-либо злых намерений. И мы все надеемся, что данный процесс завершится уже в нынешнем году. Сегодня утром я разговаривал с президентом Оландом и канцлером Меркер, и могу заверить, что проблема будет решена до конца года. Так что давайте верить Брюссалю и скрестим пальцы, друзья. Студия. София, скажи, а как обстоят дела с соглашением об ассоциации? Очень интересный и очень щепетильный вопрос. Вообще никто здесь в Брюссале не хочет бежать впереди паровоза и хоть как-либо комментировать особенно критически этот вопрос. Потому что всем известно, Марк Рюта, премьер Нидерландов, он пытается, как говорят в Украине, как-то решить именно ратификацию соглашения об ассоциации. И поэтому даже информационно никто не хочет ему мешать, чтобы не будоражить очень чувствительных голландцев. Ну и еще один сегодня приятный сюрприз получат украинские чиновники. 16 миллионов евро выделил ЕС на борьбу с коррупцией. А именно эти деньги пойдут на зарплаты нашим властьимущим. Так что в следующем году они смогут задекларировать еще больше денег. Студия. Спасибо, София. Это была София Гордиенко о результатах саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Это первый саммит Украина-ЕС, где Брюсселю приходится извиняться и оправдываться перед Киевом, а не наоборот. Так охарактеризовала сегодняшнюю встречу первый вице-спикер украинского парламента. На своей страничке в фейсбуке Рина Герасченко написала, Это был открытый и порой жесткий разговор, в котором украинская делегация очень четко отстаивала позиции и по безвизу, и по соглашению об ассоциации, и по санкциям против России. Политический переезд. Глава Европарламента Мартин Шульц переезжает из Брюсселя в Берлин. Еврочиновник объявил, он не будет больше переизбираться на пост руководителя законодательного органа ЕС и намерен вернуться в немецкую политику. Чем Шульц займется в Германии пока не ясно. Рассматривают два варианта. Социал-демократы могут выдвинуть его кандидатом в канцлеры, либо Шульца назначат новым министром иностранных дел. Нынешний глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, скорее всего, в феврале будет избран президентом и освободит пост. В последнее время в прессе было много высказываний о моем будущем. Я принял решение не баллотироваться на третий срок как глава Европарламента. Это решение непростое, возглавлять Европарламент для меня было честью. А пока ЕС решает, когда отменить визы для украинцев, Венгрия уже отменяет. Правда, не сами визы в страну, а плату за их получение. Об этом во время визита в Венгрию сообщил украинский премьер Владимир Гройсман. Там он встретился со своим коллегой Виктором Орбаном, говорили главы правительств и о европейской интеграции Украины. Орбан подчеркнул в Венгрии в числе тех стран Евросоюза, которые всесторонне поддерживают Украину. Украина поставила перед собой цель стать частью западного мира. Она приближается к этому и занимает соответствующее место в семье европейских народов. Венгрия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, хотя такого вопроса пока нет в его повестке дня. Украина может остаться без денег МВФ. Об этом сообщила сегодня глава Нацбанка. Причиной называют слишком медленные реформы и отсутствие у парламентариев политической воли для их скорейшей реализации. А без международной финансовой поддержки, уверяет Валерия Гонтарева, придется снова менять прогноз по валютным резервам. После третьего пересмотра в НАБУ в НБУ остановились на цифре 17,5 миллиардов долларов. Это с учетом еще не полученных 600 миллионов евро от ЕС и 1 миллиарда 300 миллионов от МВФ. Ризик полягает в том, что структурные реформи, которые необходимы для обеспечения стойкости нашей экономики, проводятся в стране все повильнее и повильнее. Здебольшего, через негативную политическую волю наших народных депутатов, они гальмуют проведение реформ. Эти реформи мы уже согласились с международными нашими кредиторами, с МВФ. Это и пенсионная реформа, и реформа нашего рынка земли. Украина стоит перед загрозой оставаться без поддержки международных организаций. Напомню, Совет директоров МВФ до сих пор не включил украинский вопрос в повестку дня своих заседаний на ноябрь. То есть, когда будет пересмотрен ход реформ в Украине, неизвестно. Что в очередной раз подтверждает транш фонда, а это 1,3 миллиарда долларов под вопросом. Единственным источником финансовой помощи для Украины в таких, мягко скажем, жестких условиях остается Евросоюз, который может до конца года предоставить Киеву 600 миллионов евро за решение об отмене запрета на экспорт леса в ЕС. И договоренности об отмене моратория достигнуты. Об этом на саммите Украина-ЕС сообщил сегодня президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Якобы это пообещал Петр Порошенко. Инкер надеется, запрет снимут в течение нескольких недель. Только после этого Киев получит финансовую помощь. Напомню, Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса еще в июле 2015-го. Речь шла о необработанной древесине. Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было условие, которое мы выдвинули. Мы высказывали пожелания. И, как я понимаю, это будет сделано в следующие несколько недель. Подробнее о ситуации с требованием ЕС отменить мораторий на экспорт древесины смотрите завтра в подробностях. Тем временем на главу Нацбанка Валерию Гонтареву и директора фонда гарантирования вкладов Константина Варушилина в антикоррупционное бюро поступила жалоба. Принесла ее туда Юлия Тимошенко. Требует от НАБУ открыть уголовное производство и расследовать деятельность Гонтаревой и Варушилина. Вместе с нардепом сюда пришли, как заверила Тимошенко, обманутые вкладчики одного из украинских банков. Напомню, накануне лидер Батюшина обнародовала документ фонда, согласно которому активы ликвидированных банков стоимостью почти 450 миллиардов гривен оценили всего в 100 миллиардов. И таким образом, по словам нардепа, более чем в три раза преднамеренно их занизили. Из-за чего миллионы украинцев до сих пор не могут вернуть свои вклады. Сегодня же Тимошенко пообещала обратиться и в СБУ. Будет просить проверить информацию об увеличении российского капитала в украинских банках с 12 до 41%. Майже півтрильйона гривень, це 448 миллиардів гривень, просто забирається у держави. Свідомо знищується Гонтаревою українська банківська система, українська финансовая система. 84 банки просто украинські зачищені. Для пана Ситника це буде тест на здатність боротися з корупцією. Поки він не почне боротьбу з очільниками корупції в державі, вся його боротьба з корупцією буде виглядати як фейк. А в українських вузах продолжають бастувати студенти. На цей раз ситуація недовольна учащаяся столичного университету Шевченко. Що їх волнує і чого требують, расскажуть наші корреспонденти. Вместо пар на конференцію студпарламента з проректором студенти недовольні новим порядком виплат стипендій, новим графиком учоби в зимній період і переносом сесії з января на декабрь. Це робить для того, щоб просто більшість по новому закону злетіли стипендії. Ми хочемо все ж таки повноцінно довчитися цей семестр і потім без якоїсь спішки не чотири екзамени за тиждень здавати, а за два тижні чи три тижні все собі нормально вивчити, щоб отримати свої дуже багато чуток. Проректор подтверждает, сесію перенесли із-за нового порядка фінансування університета. Фінансування стипендій студентів тепер буде відбуватися не з університету, не з університетського бюджету, а через Міністерство освіти і науки і фінансовий рік, відповідно, починається з 1 січня. Отже, в нашому бюджеті на наступний рік, гроші на виплату стипендій не передбачені. Але в Міністерстві уверяют, деньги будуть. Сейчас как раз обсуждають порядок їх начислений і обйоми. Закончить планирують в декабрі. К тому же, к концу року університет получит і допомнительне фінансування із госбюджета. Зараз вирішуються питання про додаткове фінансування університету. Загалом, не тільки на стипендію, загалом там сума порівня 40 мільйонів гривень. В найближчий час, можливо, не в один-два дні трохи більше, але не думаю, що доведеться довго чекати університету від цих грошей. Возмущає студентів і пересмотр графика учоби. У нас хочеться робити канікули до кінця лютого місяця, але потім ми маємо відпрацювати ці канікули. Руководство столичного вуза обещає продолжити дискуссії со студентами, щоб прийти к общому мненню. Либо учеба по субботам, либо в іюні. А вот решення о переносі семестра на март отменять не собираються. Анна Каменева, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. К полному обнищанию украинцев введуть космические цены на коммуналку і продукты. В оппозиційному блокі уверены, змінити ситуацію можна тільки після проведення внеочередних парламентських выборов. Сьогодні депутат-оппозиціонер Николай Скорий говорив об цьому з жителями села Березовка Одеської області. Люди жаловались, получили платіжки за тепло з заоблачними суммами. Пенсії, низкі зарплаты у многих не превышають полутора тисяч гривень. Сложно оформить субсидію, но даже она спасает не всегда. Интересовались люди и ходом расследования трагедії 2 мая в Одесі. Депутат сообщил, что Международний суд в Гааге уже получил дополнительные материалы по этому делу. Фактически, я прошу прощения за такое слово, все повесили на погибшего Вячеслава Маркина. Это недопустимо. И я могу сообщить, что на сегодняшний день Международний уголовний суд в Гааге получил те материалы дополнительные, которые предоставили с нашей помощью родственники погибших. И расследование 2 мая станет таким же эпизодом расследования и предметом расследования Международного уголовного суда в Гааге. В осаде патриотически настроенных граждан сегодня оказался министр внутренних дел Арсен Аваков. В здании министерства пикетировали активисты партии «Свобода» и молодежной организации «Сокол». Протестовали против жесткого разгона акции 21 ноября этого года. Тогда активисты выступили против концерта Потапа и Насти Каменских, объясняя это тем, что не гоже украинским артистам петь в Москве, когда война идет. Полицейские же при разгоне пикета избили активистов дубинками. Несколько человек получили травмы. Сегодня пикетчики требовали отставки начальника киевской полиции Зазули и руководителя группы, которая разгоняла протестующих Чувилкина. А в завершение акции листовками с требованиями обклеили двери министерства. А Европейский суд по правам человека осаждают люстрированные украинские чиновники. Об этом одному из изданий рассказал бывший зампрокурора Черниговской области Олег Подгайный. По его словам, Европейский суд уже открыл производство, по его жалобе и еще по 10 аналогичным. А в ближайшем будущем откроют еще 30. И если Страсбург признает, что права заявителей нарушили, то каждому из них выплатят немалые компенсации. А это нанесет значительный репутационный и финансовый ущерб нашей стране. В украинских судах находятся более тысячи дел иллюстрированных чиновников, и все они, скорее всего, также могут оказаться в европейском суде. Напомню, Венецианская комиссия неоднократно называла закон о люстрации неевропейским и нарушающим права человека. Глава Минюста и бывший главный люстратор Татьяна Казаченко два года обещали внести правки, однако в Европе их так и не увидели. Теперь все проблемы, связанные с этими делами, лягут на плечи нового главного люстратора, 23-летней Анны Калинчук, чей опыт явно оценят Венецианской комиссией, так как только в прошлом году она окончила Острожскую академию. Лучшие своим. Ривненские чиновники сумели ввести коррупционные схемы даже в программы Всемирного банка. Год назад, проводя конкурс, отобрали консультантов для работы над медицинским субпроектом на 2,5 миллиона долларов, а выбирая консультантами ставили своих близких к властям. О непрозрачных назначениях больше знает Инна Белецкая. Офис консультантов субпроекта Всемирного банка. Они должны улучшить систему здравоохранения. Отбирали всех на конкурсе. Главой комиссии назначили заместителя главы администрации Юрия Приварского. Его замом начальника управления здравоохранения Юрия Осипчука. Обоих своевременно эти должности назначил глава администрации Сергей Рыбачок. Видимо, в знак благодарности именно его выбрали руководить проектом. Коррупции в этом Сергей Рыбачок не видит. Они на момент выбора находились в прямой залежности от меня. Я на момент выбора меня на эту посаду уже прошло больше лет с того, как я был не на посаде. Вообще не помнит, кто назначил его в комиссию начальник управления здравоохранения. У нас, по-моему, это вуз управления субпроектом, призначена наша группа управления субпроектом. Но, честно сказать, я уже и не помню, как оно точно было. Можно по документам передивиться, кто призначал. По странному стечению обстоятельств консультанты попали либо чиновники, либо люди из их окружения. Например, финансовые вопросы поручили жене руководителя аппарата администрации. За связи с общественностью отвечает советник главы администрации. Консультант по переводам – свободовец однопартии с начальника управления здравоохранения. Такие назначения никого не удивляют. Если бы в требованиях, если бы в требованиях СБ или в законодательстве была бы прописана отсутствие партийности, так, или передней, или на день призначения, или на день проведения конкурса, я вас упомяю, что это бы враховывалось и, соответственно, не призначались бы никто партийных людей. Консультантом по закупкам пытался стать бывший руководитель Ракитновского района. Но ни два образования, ни опыт, ни знания английского не помогли. Конкурса, по сути, не было, говорит Василий Полищук. Мы пытались узнать, сколько же за свои услуги получают консультанты. Ответов не дождались. Нашли сами на портале публичных финансов Украины. Оказывается, меньше, чем за год работы консультантам выплатили почти 2 миллиона 700 тысяч гривен. Руководителю группы ежемесячно положено около 50 тысяч гривен. Пиарщику 32. А вот о конкретных успехах говорить рано, считают консультанты. Ведь проект будет длиться до 2020 года. Для того, чтобы реформа была успешна, необходима, чтобы была доверия с боку населення. Чтобы система была без коррупции, вольна от коррупции. В проекте задействованы 8 областей. Освоить они планируют 250 миллионов долларов. Причем Всемирный банк Украине их не подарил, а одолжил. Так что будет ли улучшена система здравоохранения или нет, отдавать эти деньги все равно придется. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. А вот таких примеров в Украине днем с огнем не сыщешь. Европейские слуги народа бюджетные деньги возвращают в казну и по полной отвечают за разбазаривание средств. А скандалились на этот раз члены партии независимости Великобритании и ее уже почти бывший руководитель Найджел Фарадж. Куда он на сей раз вляпался и сколько придется вернуть в бюджет страны, знает наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Не член парламента, не лидер партии, не министр, не дипломат, да и вообще политик, который на пенсию собирается. Ультраправый популист Найджел Фарадж неожиданно снова в центре внимания на нескольких континентах. Все из-за этого твита Дональда Трампа. Избранный президент США, то ли в шутку, то ли всерьез, порекомендовал назначить Фараджа послом в Соединенные Штаты. Дескать, справиться на отлично. Я очень польщен словами мистера Трампа. Правда интересно? Он же бизнесмен, а в бизнесе, в отличие от политики, важно доверие. Теперь мяч на стороне правительства. На Даунинг-стрит отреагировали категоричным отказом, хотя явно напряглись. Как так? Новый президент еще не вступил в должность, а уже пытается влиять на кадровую политику Лондона. У нас нет свободной вакансии. Посол Ким Дарак работает отлично. Он останется еще на несколько лет. У него огромный опыт, он великолепный специалист, и его никто не уволит. Тем не менее, Фарадж не расстроился. Наоборот, решил потроллить правительство и устроил посольский прием в Атали Риц, отметив свои 25 лет в большой политике. Меня считают старым, злым, негативным персонажем. Это не так. Считаю, меня ждет большое будущее. Праздник не обрачили даже штрафные санкции от Европарламента. Партию Фараджа Юкип признали виновной в нецелевом использовании бюджетных денег. Вместо округлых столов и конференций на средства из казны ЕС проводили агитацию за Брекзит. 175 тысяч евро придется вернуть. Еще почти 300 тысяч фракция недополучит в следующем году. В то время как в Европе и Великобритании остро стоит проблема безработицы, считает ли мистер Фарадж честным использовать деньги налогоплательщиков, а именно пособие на административные нужды, чтобы нанимать на работу свою жену Кирстен, да еще и бывшую пассию Аннабель Фуллер? Не вижу нужды отвечать. Фарадж с фирменной улыбкой реагирует на подобные замечания. Себя считает самым преследуемым членом Европарламента и советует коллегам не искать пылинку в чужом глазу, а найти бревно в своем. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Громкие обыски под Одессой. СБУ наведалось на предприятие, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. В чем подозревают бизнесменов и нет ли здесь политической составляющей? Разбирались наши корреспонденты. Частный терминал ТИС в акватории государственного порта Южный. Обыски прошли сегодня в офисах компании, а также в домах руководителей. Изымалась документация. По данным СБУ, компания ТИС, якобы принадлежащая одному из российских бизнесменов, незаконно присвоила 6 миллионов долларов портовых сборов. В СБУ утверждают, эти деньги через Мининфраструктуры должны были поступить в государственную казну. На камеру в СБУ пока ничего не комментируют, а вот адвокат морского терминала объясняет суть претензий. По его словам, в свое время в этой части гавани ТИС провела дно углубительной работы, чтобы у причала могли швартоваться суда. Часть взымаемых портовых сборов компания отдавала государству, часть забирала себе. Мы добились того, чтобы по закону 50% корабельного сбора шла нам на содержание акватории. В компании уверяют, все законно и объясняют почему. Закон прямо говорит, что операционная акватория, что тот, кто вырыл, является владельцем вот этой операционной акватории, как гидротехнического сооружения, не земли, не воды, а вот именно акваторию. На вопрос, чем можно объяснить тогда действия сотрудников СБУ, в компании ответят, затрудняются. Эксперты, между тем, выдвигают собственные версии. Дескать, в свое время ТИС спонсировала проекты Михаила Саакашвили в бытности его губернатором. А когда он уехал, может, и закончилась былая протекция? Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. А в соседнем Николаеве набирает обороты скандальная история назначения губернатором Алексея Савченко. Еще недавно он блистал на сцене Славянского базара, потом под куполом на Грушевского. Но оказалось, что пик карьеры Савченко – это выступление на собеседовании, которое он проходил в рамках конкурса на должность. А сегодня столичный Печерский суд обязал полицию проверить, насколько прозрачным был сам конкурс. Что же вызвало подобные сомнения у судей? Узнаем у Кирилла Ющишина. Кирилл, здравствуй. Тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. В суд обратились активисты Центра противодействия коррупции. Они выяснили, что Савченко прошел тест на знание закона всего за 6 минут в 3 раза быстрее, чем конкуренты. Это и стало поводом, чтобы поставить под сомнение честность проведения конкурса. Проходил он в Киеве и стал первым, когда кандидатов на пост главы облгосадминистрации выбирали на конкурсной основе. Савченко долгое время работал за компьютером и потратил на каждый вопрос всего 6 секунд. И также в его работе по презентации плана развития области было очень много грамматических ошибок. ОКРИМ БАГАТЬОХ ОДРУКИВОК Виходя из сегодняшней ситуации, я столкнусь с дорогой, тепломодернизацией и сполучение зимой. Свои доводы активисты Центра противодействия коррупции изложили в заявление и обратились в полицию. Но там их обращение проигнорировали и направили в НАБУ. Активистов возмутил такой бюрократический волейбол и они обратились в суд. И сегодня Печерский суд постановил возбудить уголовное дело по фактам, изложенным в обращении активистов. Что же будет, если конкурс признают нелегитимным? Неизвестно. Такого прецедента в Украине еще не было. Возможно, под сомнение попадут все назначения, решения. Савченко, в общем, вся деятельность на посту главы облгосадминистрации. Напомню, Савченко является самым богатым губернатором в Украине. Судя по его декларации, его состояние более 750 миллионов гривен. Екатерина. Спасибо, коллега. Это был Кирилл Ющишин об особенностях прохождения конкурса николаевским губернатором. Экс-главе фракции партии регионов Александру Ефремову отказали в освобождении. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов. Напомню, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Как проходит сегодняшнее заседание, расскажет моя коллега Кристель Лисим. Завершив предыдущее заседание за полночь, стороны уже в 9 утра собрались в зале суда. Адвокаты Александра Ефремова ходатайствовали о том, чтобы подзащитного освободили. По их словам, срок содержания под стражей истек. Наш подзащитный был задержан в 7.28 утра. Утра. Сейчас, слава богу, 11 часов утра. Три с половиной часа наш подзащитный Александр Сергеевич Ефремов находится за решеткой абсолютно незаконно. Но прокуроры были другого мнения. Они уверяют, что время Х наступает лишь в полночь 24 ноября. Сам Ефремов заявил, что служители Фемиды намерены любыми способами оставить его за решеткой. Вы в очередной раз сказали, что ваша главная задача сегодня закончить суд и меня посадить в тюрьму. Это ваша задача. Вы подчеркиваете на протяжении пятых суток подряд. Другой бывший народный депутат Владимир Медянник, который также проходил по делу Ефремова, заявил подробностям по телефону, что следствие принуждало его к лжесвидетельствованию. Да, конечно, я это подтверждал своим заявлением к генеральному прокурору и жалобы в суд. Адвокаты мои тоже могут это подтвердить. Во время заседания обвиняемый не раз перечитывал стенограмму своих допросов и апеллировал к суде Владимиру Карабаню. Мне написали 191 статью, к которой я не имею никакого отношения. Это тяжелая статья. 110-ю статью, которая вообще расстрельная статья. И вы хотите сказать, чтобы мы спокойно это проглотили, и я соглашался со всем тем бредом, который пишут эти люди? Сами являющиеся преступниками. Такого не будет. Во время заседания судья часто перебивал адвокатов. Вчера один тонн давал отстанку больше 9-х годов. Да и красавчик просто. Что здесь плохого? По мнению адвокатов, единственное объяснение тому, почему их подзащитные до сих пор находятся в СИЗО, это некомпетентность судьи. Поддержать Ефремова пришли нардепы от оппозиционного блока. Они заявили, что готовы взять обвиняемого на поруки. Почти 20 народных депутатов написали заявление, чтобы взять его на поруки. Я в том числе. И мы гарантируем, что Александр Сергеевич будет ходить на все заседания судов, как он и раньше ходил. При этом Ларин добавил, что суд над Ефремовым – это политическое дело. Это политическое дело. Причем оно сфабриковано от первой до последней страницы. Я был неоднократно на заседании судов и видел, что доказательств его вины абсолютно нет никакой. И человек сидит уже почти 4 месяца. Следственные действия с ним никакие не проходят. И доказательств вины его абсолютно никакой нет. Слушание этого дела продолжается до сих пор. Кристель Лисеев, Вячеслав Пролов. Подробности телеканал Интер. Дерзкое ограбление в Харькове. Средь бела дня возле центрального рынка неизвестно напали на автомобиль фельдъегерской службы. Напомню, это правительственная военно-курьерская связь, которая обеспечивает доставку самых секретных документов внутри страны и в другие государства. Кто ограбил спецкурьеров и какие государственные секреты попали не в те руки, расскажет Светлана Шакера. У центрального рынка Харькова таксисты судачат об утреннем ЧП. Рассказывают, как на глазах у полусотни человек к припаркованной легковушке подъехала иномарка. Когда вернулись хозяева авто, все поняли, что ограбили негражданскую машину. Подошли два здоровых парня, один с пистолетом, их не военный, в бронежилетах. Видно, куда-то уходили они с машины, оставили паренька одного. Оказалось, напали на фельдъегерскую службу Украины, рассказали в полиции. Демонстрируют видео с камер наблюдения. На записи зафиксировано, как подъехали грабители. Двое выскочили молниеносно, разбили стекла и стали избивать водителя. В этот момент третий через задние двери вытаскивал мешки. На все про все ушло 30 секунд. Правоохранители говорят, у избитого водителя было оружие, но он не успел им воспользоваться. Табельное огнестрельное оружие, пистолет Макарова. Он его не применял, не успел вытащить. Очень быстро произошло преступление, были нанесены ему телесные повреждения. Неизвестные забрали две сумки и документацию. Что именно пропало и какого ущерба еще не установили. Сам фельдсъегер и фельдсъегерская служба не знают, что находится в той или иной сумке. У них есть только сопроводительное письмо, на какую организацию и в каком количестве документальных либо материальных ценностей они должны отдать. Эксперты говорят, фельдсъегерская служба перевозит особо ценный багаж, в том числе и документы с грифом «Секретно». Сотрудники должны четко придерживаться инструкции безопасности. Она имеет режимные ограничения, ограничения перепрессивания, что она не имеет права где-то остановиться неконтролированно, оставить автомобиль, например, оставить вещи, оставить документы, которые предоставлены системой сурового контроля. Люди, которым не довезли ценный груз, в полицию пока не обращались. Правоохранители уверены, работали профессионалы. Уже известно, что грабители следили за спецавтомобилем. Номера на машине злоумышленников краденые. В Харькове объявлен план «Перехват». Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер Харьков». Неспокойно в зоне АТО по всей линии разграничения. Боевики снова обстреливали наши позиции из тяжелого вооружения. Напряженная ситуация в Приазовье, под Донецком и в Луганской области. В Маринге погиб один украинский боец. Большая ситуация на передовой. Узнаем у Геннадия Вивданка. Вот наш инструмент, которых мы предупреждаем противника. Что близнецы заступили на пост. Бойтесь. Мы здесь. Виталий и Валентин. Братья-близнецы из Харьковской области воюют бок о бок уже несколько недель в одном подразделении под Донецком. Ночью вынуждены были стрелять в ответ на вражеский огонь. Это только работа за полчаса. Вылетает. Отвечаем господам сепаратистам. Но это же стрелковое оружие. Да, это стрелковое. Только стрелковому отвечаем. Стараемся мы договоренности, конечно, сохраняем, но они 120-ми кусаются по нам. До врагов метров 400. Напротив – форпост противника на терриконе под названием «Крокодил». Оттуда ведут огонь профессиональные снайперы. Военные стали. Более четче их кучно бьют. Не то, что перед этим было месяц назад. Сейчас замечательно бьют точно. Вместе с Виталием воюет сын Дмитрий. На днях их подразделению присоединится еще и племянник. Получается своеобразный военно-семейный подряд. Намного спокойнее, когда свои близкие рядом под боком находятся. Не нужно никаких команд. Нам спокойнее вместе. Я знаю, что на брата, на племянника понадеюсь. Они на меня надеются. И вот так взаимо все идет. Стена. С вражеской стороны начинает вести огонь пулемет. Противник проснулся. Это они с нами поздоровались. Показали, что они здесь тоже есть. Накануне враг бил по этим позициям из тяжелого вооружения. От минометных осколков погиб один украинский боец. Вот свежие воронки от снарядов из миномета. Вчера у нас было очень серьезно и очень тяжело. Даже, хочу сказать, даже страшно. Просто вчера были очень хорошие, серьезные прилеты. Вчера нас обстреливали 82-ми запрещенными 120-ми. Сначала заходит разведгруппа ДРГ, проверяют, корректируют, а потом начинают уже конкретно-конкретно вложить. Далее враг начинает пристреливаться из противотанкового гранатомета. Что, уходим? И очень-очень быстро. Маренко – это пригород Донецка. Вот эта территория оттуда простреливается снайпером, поэтому военные рекомендуют покидать эти позиции. Очень-очень быстро. Геннадий Вивденко, Вадим Реун, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал «Интер» из Донецкой области. Встреча в нормандском формате подтвердили все четыре стороны. Украина и Россия приняли приглашение Германии и Франции. Предварительно главные дипломаты стран-участниц встретятся 29 ноября в Минске. Но по поводу окончательной даты и места еще идут переговоры. Главы внешнеполитических ведомств должны согласовать так называемую дорожную карту по выполнению Минских соглашений. Российская ФСБ распространила видео задержания очередного якобы украинского шпиона. И снова в аннексированном Крыму. Как утверждает российская сторона, это бывший офицер Леонид Пархоменко. Как утверждают спецслужбы, Пархоменко, выполняя задание главка разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал сведения с грифом «Гостайна» о деятельности Черноморского флота. В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что ФСБ России назначает все новых диверсантов из числа тех, кто давно в запасе. По его словам, сериал с задержанием так называемых шпионов будет продолжаться, ведь на аннексированном полуострове осталось порядка 10 тысяч бывших украинских военнослужащих. Врачи или прачки, медики, неотложки сегодня перекрыли центральную дорогу Никополя в Днепропетровской области. Таким образом выступают против переселения. Из здания скорой помощи их выдворяют в прачечную. Что собираются делать с помещением неотложки? Наши корреспонденты расскажут больше. В час пик сотрудники скорой помощи Никополя колонны выдвигаются в центр, перекрывая движение на центральной улице. Говорят, уже несколько месяцев службу пытаются выселить из здания. Оно не отапливается. Обогреватели включать нам не разрешают, потому что какими-то тут горят, что не хватает киловатт нам для того, чтобы отапливать нас. Пусть будет холодно, мы будем сидеть здесь. Мерзнуть придется до весны. Всю городскую инфраструктуру в этом году перевели на отопление от малых котелень. А вот трехэтажное здание от неотложки осталось без тепла. Теперь 180 человек собираются переселить в другие медучреждения, в частности в прачечные. Вот так выглядит одна из них. Из удобств лишь старый диван и стол. Это же не человеческие условия. Тут даже ночью крысы бегают. Проблемы не только в условиях, но и в организации работы. Диспетчеры скоро говорят, что если 12 бригад распределить по разным точкам города, то ухудшится оперативность. Неудобно, потому что они здесь, пересменка у них, и заправляются, и бензин же получают, и медикаменты заправляют в сумки. Медики уверяют, операция по переселению нужна для того, чтобы освободить здание, а затем продать его или сдать в аренду. Было сказано, что мы, может быть, даже через год сюда не вернемся, потому что будут нам искать здание. Главный врач не отложки называет все это слухами и говорит, врачичные рассматривали как один из вариантов. Сейчас подобрали другие, более подходящие помещения в городских поликлиниках. И там тепло. Люди же не будут тут жить. Вообще-то они на работу ходят работать. Городские чиновники, которые должны по долгу службы решать проблему, рассказывают о том, что от рассвета и до заката ищут инвесторов для установки системы отопления. У нас есть две цели. Чтобы люди не мерзли в помещениях и чтобы максимально быстро установить отопление. Но ответить на вопрос, когда же закончатся мучения, медиков в горздраве не могут. Сотрудники не отложки стоят на своем. Переселяться не будут. Сегодня освободили проезжую часть через полчаса. Но уже планируют следующую акцию. Елена Миндалек, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Первые сутки без политики. В Соединенных Штатах с момента выборов ни одного дня без споров и без новостей о планах Дональда Трампа не обходилось. И только сегодня тишина. Страна отмечает День Благодарения. Как это происходит и какая угроза появилась даже в праздник, расскажет Дмитрий Анопченко. В Соединенных Штатах сегодня выходной. И ко второй половине дня жизнь здесь просто остановится. Не только офисы закрыты, даже магазины перестанут работать. Ведь всем нужно отправиться домой, подготовиться к тому, чтобы вечером со всей семьей собраться за столом. И приготовить обязательную по такому поводу индейку. Ну а с утра? С утра был ажиотаж. Ни на самолет, ни на поезд, ни взять билетов. Ведь этот день нужно обязательно провести с родными. Как бы далеко-то не жил. И поэтому трассы забиты машинами. Все едут к родственникам. В некоторых штатах даже бензин подорожал. Такой ажиотаж на заправках. С утра огромные очереди и в аэропортах. Лайнеры просто забиты пассажирами. Билеты нужно было покупать заранее. Иначе не улетишь. Вечером все соберутся праздновать. И в этом году американцы, пожалуй, впервые ввели новое правило. За столом никаких разговоров о политике. CNN накануне Дня Благодарения провела масштабный социологический опрос. Так вот, выяснили 53% американцев. Только вдумайтесь, каждый второй побаиваются разговаривать с родными о Хиллари Трампе, о победе, о том, что дальше будет со страной. И если сторонники республиканцев еще, может быть, все-таки решатся обсуждать не только дела семейные, но и происходящее в Америке, то для демократов это категорическое табу. Боятся, что просто станет поводом для ссор. Эти электоральные настроения почувствовали, что уходящий президент, что новоизбранный Барак Обама и Дональд Трамп обратились к американцам. И хоть разными словами, но говорили об одном – страна разделена из-за выборов. Пора вспомнить об общих ценностях и перестать делить Америку на своих и чужих. Тем более, что и угроз, перед лицом которых нужно объединиться, хватает. И самое главное из них – терроризм. За примерами далеко ходить не надо. Только сегодня полиция Нью-Йорка получила информацию о том, что боевики исламского государства могут совершить теракт в мегаполисе просто в День Благодарения, в том числе и в ходе традиционного праздничного карнавала. Дело в том, что в социальных сетях они призвали своих сторонников взять автомашины и повторить теракт в Ницце, когда водитель грузовика протаранил собравшуюся на английской набережной толпу людей, пришедших, чтобы посмотреть фейерверк. И поэтому в мегаполисе чрезвычайные меры безопасности. Перекрестки блокировали грузовиками с песком. На улице вывели и вооруженных полицейских, и собак-ищеек, которые натасканы искать взрывчатку. По городу курсируют машины без маркировки, которые дистанционно сканируют припаркованные у обочин легковушки. По данным городских властей, посмотреть парад вышли 3,5 миллиона человек, для которых День Благодарения – это просто семейный праздник. Вопреки всем угрозам и вопреки разделившей Америку политике. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала. Как электронная сигарета вызвала переполох на Манхэттене? За кем больше часа гонялись австралийские копы? И почему премьер Словакии взъелся на журналистов и даже обозвал их проститутками? Об этом и многом другом в нашем международном обзоре. Премьер Словакии обозвал журналистов грязными антисловацкими проститутками. Роберту Фитца не понравился вопрос представителей СМИ относительно растраты бюджетных средств. Разгневанный премьер заявил, дескать, пресса не информирует, а борется с властью. Ранее журналисты обвинили Министерство иностранных дел Словакии в том, что оно перерасходовало деньги из госказны. Курение все-таки опасно для жизни. Даже если сигарета электронная в Нью-Йорке так называемый ингалятор взорвался в кармане мужчины прямо на рабочем месте. Продавец стоял за кассой в маркете исторического вокзала на Манхэттене, когда из его брюк полетели искры. Покупатели бросились в рассыпную, никто не пострадал, ожоги у любителя вейперинга оказались несерьезные. Погоню остросюжетнее Голливудской устроили австралийский полицейский. Больше часа они гнались за водителя микроавтобуса в окрестностях Перта. Возле реки показалось, что беглет в западне, но тот не растерялся. С разбега сиганул воду и продолжил побег вплавь. Полицейский бросился за ним и догнал нарушителя почти на другом берегу. О том, что он натворил, в полиции Перта не сообщают. Там же, на зеленом континенте, силовики задержали 19-летнего радиохулигана Пола Санта. Парень два месяца выдавал себя за диспетчера аэропорта Мельбурна. Прорывался в эфир на закрытой частоте. Отправлял фейковые сигналы бедствия, заявлял о поломках самолетов. Однажды даже заставил экипаж прервать посадку. Теперь Санта светит до 20 лет тюрьмы. Оказалось, парень развлекался, переживая таким образом затяжную депрессию. Колумбийка в 99 лет стала гражданкой США. Даже принесла так называемую натурализационную клятву верности. Америку Марию Эрнандес позвала в Америку ее дочь, чтобы помогала воспитывать внуков. У бабушки их 22, а также 12 детей и уже 12 правнуков. В Токио впервые за полвека выпал снег в ноябре. Снегопады здесь вообще явление редкое. Бывают раз или два за зиму, в январе или феврале. Но даже тогда снег долго не лежит из-за плюсовой температуры. Жители Токио к непогоде были явно не готовы. Бросили свои машины и дружно пересели в метро. Шопоголики со всего мира готовятся к черной пятнице. В этот день, в первую пятницу после дня благодарения, магазины повсюду открывают сезон распродаж. В США люди занимают очереди в маркеты еще с вечера. Устанавливают палатки, запасаются чаем, кофе и теплой одеждой. Многие даже берут отгул на работе, чтобы завтра заняться шопингом. Традиция устраивать распродажи появилась в США еще в 19 веке. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я желаю вам всего хорошего и до встречи на Интере.